Привет, друзья! С вами международный гроссмейстер Роман Ивечкин. В этом ролике я расскажу об еще одной памятной партии. О партии против гроссмейстера Виталия Валерьевича Цушковского, очень сильного шахматиста, если не ошибаюсь, двукратного чемпиона СССР. Очень доброжелательного человека. Общение с ним после партии принесло ничуть не меньшую пользу, чем вот это поражение. Значит, Виталий Валерьевич был известен не только силой своей игры, но и тем, что очень любил попадать в цейкнот. Для того, чтобы его побыстрее загнать в цейкнот, было принято решение сыграть не С6, а С5. Ранний тракон. Что-нибудь поострее. Вообще, очень полезно любому шахматисту иметь в своем дебютном репертуаре несколько дебютных систем. Но желательно, чтобы они были хорошо проработаны, а не так, как получилось в партии Сышковские овечки. После первых четырех ходов, белые воспользовались возможностью перевести игру в систему Мороузе, которая характеризуется вот таким вот построением пешек, и которую Ботвинник считал наиболее неприятным в социальянских построениях. То есть, с отсутствием пешек С у черных и пешки Д у белых. Дальше следуют вполне естественные ходы, но вот здесь, на мой взгляд, более точным является ответ коль бьет Д4 и только на ферзь бьет Д4, Д6. Дело в том, что позиция черных достаточно стисьменная. И после хода Д6, помимо сильного, логичного хода слон Е2, у белых есть еще ход, который применил со мной Виталий Валерьевич. Он просто сохранил еще по одной фигуре. В стесненных позициях, ну за исключением построения ежа, размены выгодны обычно стороне, у которой наблюдается нехватка пространства. В данном случае это черный. Тем не менее, план ближайших действий я знал. Коль Д7, коня ведем на С5. Слон Д2. Белые на всякий случай защищаются от хода слон БЦ3, после чего сдвоение пешек, ну непонятно, насколько это является минусом. На самом деле, у них здесь совершенно, ну, немножко другая идея. Они не столько защищаются от хода слон БЦ3, сколько собираются вот ходом Б4 согнать коня. Серьезной альтернативой ходу коня Е6, который я сделал в партии, является удар слон БЦ3. Но Виталий Валерьевич сказал, что, после партии, естественно, сказал, что в сходных структурах в английском начале черному слону приходится уходить на Е8, и то компенсация очень мощная за пешку. То есть есть такой очень похожий дебютный вариант в английском начале, в котором, соответственно, у стороны, которая забирает пешку, есть лишний темп, то есть там пешка Б стоит на Б7 еще, слона приходится уводить на Е8, в данном случае это поле Е1. И все равно компенсация есть. Впрочем, допустим, мой друг Дмитрий Вадимович Кряхвин, еще в те времена, когда мы с ним практически не общались, после Е5 сумел обыграть очень сильного шахматиста Владимира Малахова. Эту партию я обклеил в честбейсовский файлик, который вы сможете скачать после прослушивания этого ролика, просмотра. После Б5 у Дмитрия Вадимовича, на мой взгляд, были бы серьезные трудности. Куда бы ни отступил конь, в ближайшее время белое проткнув центр ходом С5. И слон съезд на Е5, после чего мощные слоны на больших диагоналях будут оказывать серьезнейшее влияние на позитивный счет. Противник Дмитрия Вадимовича взял на С6, пошел на Ф4. Делал все логично, но неожиданно получил хуже. То есть, черные вернули пешку обратно, но завершили полностью развитие. Шикарный конь на Е4 полностью компенсирует давление белого слона по большой диагонали. Вернемся к моей парте. Я пешку взять не рискнул, ушел на Е6. В информаторах, по которым я готовился, основным ходом за белых, здесь был ход ладья Б. После партии Виталий Валерьевич сказал, что он знал об этом. Но, поразмыслив за доской еще раз над проблемами этой позиции, пришел к убеждению, что место ладьи все-таки на С1. Ладья стоит на С1 очень здорово. Готова к действиям именно по линии С. Линию Б белую вскрывать не собираются. Они хотят провизить. Одна из идей белых сыграть С4-С5. И... Либо получить на ней проходную. То есть, после примерного предварительного размена коня на Д5, они возьмут ЕД, потом проведут С5. И ладья С1 будет поддерживать проходную, которая двинется дальше. С6. Вот. Ладья на Б1 стоит совершенно бесполезно. А5. В этой позиции у белых был очень интересный ход, который я вызывал. И Стокфиш сейчас говорит, что это ход реально сильнейший. После конь Е5. Черным реально очень тесно. У них они отняли поле С6. При этом белые могут еще и пешку Ф при случае довести до Ф5. Несмотря на то, что есть отличное поле С5 для коня, еще один коль вроде бы неплохо расположен пока что на Е5. Но играть эту позицию, на мой взгляд, черными очень противно. С ЛОН-С8 заперт в клетке. С ЛОН-С7 тоже. Все вскрытия будут на руку белым, которые более гармонично расставили. Вот. То есть, Б5. Ну, в те времена не было Стокфиша 9. И ход Б5 позиционировался именно как ослабление поля С5. Сделать такой ход очень непросто. Оказалось даже столь сильному шахматисту, как Виталий Валерьевич. После естественного А3 у черных появились шансы на... Как сказать-то даже. Уравнять они не могут, но они могут получить не столь тяжелую позицию, которая у них могла бы быть после Б5. Разменяли по паре фигур. Что меня порадовало при подготовке к видеозаписи к этой, что Стокфиш в принципе поддерживает мои рассуждения во время партии. Во время партии мне казалось, что черные решили почти все проблемы. Ну, то есть, я считал, что все, а Стокфиш говорит, что почти все. У них преимущество двух слонов. И хотя у белых больше пространства, с разменом пары легких фигур, черным должно проще обороняться. Ну, вот здесь я сделал очень слабый ход. Слон Д7. У черных несколько интересных возможностей. После ладья А3 их позиция хуже. Чернопольных слонов могут разменять или с А6, или с поля Д4. И вообще слон Е3 расположен здорово. Он контролирует важный пункт Б6, не позволяя черному ферзью на него попасть. Конь Д5 давит на пешку Е7. Его рано или поздно придется взять. И тогда белые сыграют ЕД и запустят вперед проходную пешку Ц. Перспективы нерадужные. Другая возможность. Слон Е6 ведет примерно к тому же. Ну, только можно ладью не на А3, а на А4, допустим, поставить. После ферзь Д2 угроза движения пешки С очень неприятна. И вообще после партии Цежковский сказал мне, что это известная и безнадежная позиция. То есть это повергло меня в шок. И дело в том, что я такими понятиями не оперировал. То есть как известная и безнадежная позиция. Объективные факторы говорят, что у черных должен быть полный порядок. Два слона разменяли фигуры лишние. Ф5 можем провести еще что-то. На самом деле Виталий Валерьевич немножко преувеличивал. Был очень сильный, на мой взгляд, ход слон БЦ3. И вот эту позицию у черных есть шансы защитить. Прямой атаки у белых нет. Пешка Ц4 тоже может нуждаться в защите. Ладья по линии А расположена не так плохо. Скорее всего грядут размены. Очень важно, что черного короля не заатаковать. То есть вот здесь, хотя оценку я оставил плюс-равно, на деле это плюс-равно отнюдь не то, которое получилось в нашей партии. и не то, которое мы смотрели вот в указанных вариантах. Слон Е6 или ладья А3. Но ход слон Б7 очевидно слабый. И после хода вот здесь ладья ФД1 сход слон БЦ3 уже был просто обязательным. Был обязательным. И тоже в этой позиции еще есть шансы устоять. Несмотря на потерю тема. Черный слон нужен на МС. А вот после того, как черные активно сыграли ладья А3, вот эта позиция, пожалуй, крайне тяжела. Безнадежной я бы ее тоже еще не назвал. И я был полон оптимизма. Ну как? Слон выскочил на А4. Ладья активная. То есть разменяли еще по одной фигуре. Сейчас неизбежно проведем Ф5. Вот, провел Ф5. У меня работает один слон. Второй. ладья работает. Но эта позиция и это подтверждается в Стокфишем реально очень тяжелый учет. Дело в том, что слон Ж7 стреляет в пустоту. При этом он является единственным защитником королевского фланга. Против слона С6 ставится барьер ходом И3. И получается, что он тоже бесполезен. Конь Б6 отнял линию А. Главный козырь для контр-игры черных. Черный центр не может двигаться вперед из-за слабости пешки Д6. А другой активной игры не видно. То есть вот эта позиция бы я назвал теперь безнадежной. Е5 это попытка скрывить конечно. Черный обязан стремиться к активизации. Но такой вот минус здесь не помогает ни слон Е8. Белые просто запирают центр и продолжают давить на пешку Д6. Ладья идет на Д2. Оба слона черных к сожалению только выглядят хорошими фигурами. На деле совершенно бесполезно. Я избрал другой способ. Я пошел Ф4 намереваясь перейти в контратаку. Но размен чернопольных слонов полностью поставил все на свои места. Пешка Д6 теряется. Не важно что будет с пешкой Е4 пойдет она вперед или съедят черные на Ф3 добраться до белого короля совершенно нереально. Ну конечно лучше уж было наверное ЕФ пойти хотя здесь шансы черных тоже выглядят совершенно плачевными. Пешка Б7 слаба угрожает размены Конь Д6 ну и пешки Ф4 Х7 тоже слабенькие. Ну здесь еще можно было организовать иллюзию сопротивления. Я уже конечно понимал что позиция у меня не столь хороша что она скорее всего тяжелая и был уже в цыпноте. А известный цыпночек Виталий Валерьевич Цишковский имел хороший запас времени и надо отдать ему должное он не торопился делать ходы давал мне возможность проникнуть в суть этой позиции понять насколько у меня все плохо то есть не играл на время вот здесь у меня были иллюзии что я сейчас перехвачу ладья Е1 дам шаг после H4 эти иллюзии растаяли белые фигуры подобрались к моему королю слишком близко и после последней ловушки дать вечный шаг на H4 и на Е1 я признал свое поражение понятно что у белых три лишних пешки и матовая атака партия вообще очень сильно мне понравилась очень запомнилась запомнилась намного больше чем подготовка к следующей партии которую я уже комментировал если кто-то не видел этот ролик то ссылочку сейчас обязательно на эту партию оставлю которую я играл после встречи с Виталием Валерьевич в общем всем спасибо большое за внимание с вами был народный гроссмейстер Роман Овечник подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки комментируйте очень приятно что у нас уже 300 человек и я обязательно постараюсь провести какое-нибудь мероприятие типа блица или может быть даже устрою какой-нибудь стрим до свидания до свидания